Сура 24. Свет. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Это сура из Корана, которую мы не спослали и обязали её заповедью для вас, чтобы вы выполняли положения, которые приведены в ней, и низвели в ней в этой суре ясные знамения, доказательства, чтобы вы помнили и выполняли их. Прелюбодейку и Прелюбодея, которые ещё прежде не состояли в супружестве, высеките каждого из них сто раз плетью. Если же человек состоял в правильном супружеском союзе и затем совершал прелюбодеяние, то он наказывается побиением камнями. И это положение Аллах Всевышний дал через своего пророка. По достоверной сунне, после побиения Прелюбодея в плетью, по усмотрению имама, они изгоняются из своего селения на один год. И пусть не овладевает вами жалость, сострадание, к ним двоим, прелюбодеям, в исполнении закона Аллаха, так, чтобы оставить это наказание или произвести его мягче, если вы веруете в Аллаха и в последний день. И пусть присутствует при наказании их двоих группа верующих, чтобы это послужило порицанием для одних, предупреждением и назиданием для других. Прелюбодея из числа верующих женится только на подобной себе, прелюбодейке или многобожнице, а прелюбодейка из числа верующих на ней женится только прелюбодей или многобожник. И запрещено это, такое супружество, для верующих. А те, кто бросают обвинения в совершении прелюбодеяния, в целомудренных, супружески честных женщин и также целомудренных мужчин, а потом не приведут четырех справедливых свидетелей, которые видели прелюбодеяние, высеките их восьмидесятью ударами плетью. И не принимайте от них свидетельства никогда, так как они непокорны. Кроме тех, которые покаялись после этого и сожалели о содеянном и уладили свое деяние. И поистине Аллах прощающий и милосердный. А те, которые бросают обвинения в совершении прелюбодеяния, в своих жен, и у них нет свидетелей, кроме самих себя, то свидетельства каждого из них у шариатского судьи. Четыре свидетельства Аллахом, что он муж правдив в обвинении своей жены в совершении прелюбодеяния. Эти четыре свидетельства служат заменой четырех свидетелей. А пятое, что проклятие Аллаха будет на нем, на мужа, если он из числа лжецов. И отклоняется от нее, от жены, наказание, побиение камнями до смерти. Если она засвидетельствует четырьмя свидетельствами Аллахом, что он, ее муж, однозначно из числа лжецов. И пятое, что гнев Аллаха будет на ней, если он из числа правдивых говорит правду. И если бы не щедрость Аллаха к вам, о верующие, и не его милосердие тем, что он установил такое положение для супругов, когда между ними имеется вопрос обвинения в прелюбодеянии и то, что Аллах принимающий покаяние и мудры, то очень скоро бы постигло лгущего из супругов то, что он призвал на себя. Поистине, те люди, которые пришли с измышленной ложью о том, что якобы Аиша, жена пророка, совершила прелюбодеяние, группа из вас, о верующие, причисляемая к верующим, не считайте это, их слова, злом для себя. Наоборот, это благо для вас, так как у этой истории прекрасное завершение, и верующие за свое терпение в этом испытании получат большую награду. Каждому человеку из них, тех, которые распространяли эту ложь, то, что он снискал себе из этого греха, своя доля греха. А кто из них взял на себя большую часть этого? Самый главный лицемер. Абдуллах бин Убай бин Салюль. Тому в вечной жизни уготовано наказание великое. Почему же, когда вы услышали это обвинение Аиши, жены пророка, в совершении прелюбодеяния, не подумали верующие мужчины и верующие женщины в своих душах хорошо и не сказали «это, очевидно, измышленная ложь». Почему бы им, обвиняющим в совершении прелюбодеяния, не привести четырех справедливых свидетелей для этого в подтверждение своих слов? А если они не приведут свидетелей, то они перед Аллахом являются лжецами. И если бы не щедрость Аллаха к вам и не его милосердие в этом мире и в вечной жизни, в том, что он не спешит с наказанием, то вас обязательно коснулось бы за то, о чем вы много говорили, за это ложное обвинение, великое наказание. Вот вы встречаете это, эту ложь, своими языками и говорите своими устами то, о чем у вас нет знания, и считаете, что это незначительно, по греховности, а это перед Аллахом велико. А почему бы вам, когда вы слышите это, ложный навет на жену посланника Аллаха не сказать? Не годится, не дозволено нам говорить об этом. Ты, о Аллах, приславен, безупречен. Это великая клевета. Увещевает вас Аллах, чтобы вы никогда не возвращались к чему-нибудь подобному этому ложному обвинению, если вы являетесь верующими. И разъясняет Аллах вам знамение, которое содержит в себе шариатские положения и наставления. И Аллах, знающий ваши деяния, и мудрый в своих решениях. Поистине, те, которые любят, чтобы разглашалась мерзость, ложное обвинение в прелюбодеянии и любые плохие слова о тех, которые уверовали, им мучительное наказание в этом мире, применение шариатского наказания или же несчастья, которые их постигнут, и в вечной жизни, наказание в аду, если не покаются. И ведь Аллах знает их ложь, в чем для вас благо и каким будет завершение дел, а вы не знаете. И если бы не щедрость Аллаха к вам и не его милосердие, о те, которые участвовали в распространении ложного обвинения, и то, что Аллах сострадателен и милосерден, то скоро бы постигло наказание тех, которые ослушаются его. «О вы, которые уверовали, не следуйте по стопам, по путям сатаны. И кто следует по стопам сатаны, то ведь он, сатана, приказывает мерзость, худшие деяния и неодобряемые грехи. И если бы не щедрость Аллаха к вам, о верующие, и не его милосердие, ни один бы из вас никогда не очистился от скверны своих грехов. Но однако Аллах очищает от грехов, кого пожелает. И Аллах, ведь Он слышащий ваши речи и знающий ваши намерения и деяния. И пусть не клянутся обладающие достоинством, степенью веры и возможностью расходовать из числа вас и достатком, имуществом, что не будут давать милостыни, и оказывать поддержку имуществам, родственникам и бедным, и переселившимся на пути Аллаха из-за греха, который они совершили. И пусть они прощают и будут снисходительны. Неужели вы не хотите, чтобы Аллах прощал вам? И поистине, Аллах прощающий и милосердный. Этот аят был ниспослан в отношении Абу Бакра Ассидыка, который поклялся, что не будет расходовать на местаха, который тоже оказался в числе распространяющих ложное обвинение в отношении жены пророка Аиши. Мистах был беден, являлся сыном его тети по матери и переселился из Мекки в Медину. Когда был ниспослан этот аят, Абу Бакр сказал, «Конечно же, мы хотим, чтобы ты прощал нас, о Господь, и продолжил расходовать на местаха». Поистине, те, которые бросают обвинение в совершении прелюбодеяния, в целомудренных, супружески честных, не помышляющих о прелюбодеянии, верующих женщин, прокляты они, ложно обвиняющие, в этом мире и в вечной жизни. И для них, этих лжецов, великое наказание, если они не раскаются. В тот день, в день суда, когда будут свидетельствовать против них, против тех, которые бросали ложные обвинения, их языки, их руки и их ноги о том, что они делали. В тот день, в день суда, воздаст им Аллах в полной мере, по их истинной справедливой заслуге. И они узнают, что Аллах есть истинный, то, что все от Аллаха является истиной и явной. Скверные женщины скверным мужчинам и скверные мужчины скверным женщинам и хорошие женщины хорошим мужчинам и хорошие мужчины хорошим женщинам. Такие хорошие мужчины и женщины не причастны к тому, что они, ложно обвиняющие, говорят о них. Им, чистым от обвинения, прощения и благородный надел. О вы, которые уверовали! Не входите в дома, кроме ваших домов, пока не спросите позволения, чтобы войти в них, и пока не поприветствуете миром обитателей их. Это, просьба разрешения, лучше для вас, чтобы вы помнили, что вы являетесь верующими, и что Аллах Всевышний повелел спрашивать разрешения при вхождении в чужие дома. Если же вы не найдете там, в чужих домах, никого, то не входите, пока не позволят вам, пока не найдется тот, кто позволит вам. А если вам скажут «вернитесь», не позволят входить, то возвращайтесь, не стремитесь войти. Это возвращение чище для вас, и Аллах знает то, что вы делаете. Нет на вас греха, что вы входите в дома, необитаемые, не являющиеся чьей-либо собственностью, как, например, дома для путников, общественные места. Которыми вы пользуетесь. И Аллах знает, что вы совершаете открыто, и что скрываете. Скажи, о пророк, верующим мужчинам. Пусть они опускают свои взоры. Пусть не смотрят на тех женщин, на которых не разрешено смотреть, и также на части тел других мужчин. И пусть берегут свои органы от прелюбодеяния и мужеложества. И пусть не открывают те части своих тел, на которые нельзя смотреть другим. Это чище для них. Поистине, Аллах сведущ в том, что они делают. И скажи, о пророк, верующим женщинам. Пусть они опускают свои взоры. Пусть не смотрят на чужих мужчин и на те части тел мужчин и женщин, на которые не разрешено смотреть. И пусть берегут свои органы от того, что запретил Аллах. И пусть не показывают их другим. И пусть не показывают мужчинам свою красоту, разве только то, что видно из них, то, что уже невозможно скрыть, как, например, одежду. И пусть набрасывают свои покрывала на разрезы на груди, чтобы скрыть свои волосы, шею и грудь. Пусть никому не показывают свои красоты, свои лица, шеи, руки. Разве только своим мужьям, или своим отцам, или отцам своих мужей, или своим сыновьям, или сыновьям своих мужей, или своим братьям, или сыновьям своих братьев, или сыновьям своих сестер, или своим женщинам, другим верующим женщинам, но не неверующим женщинам, или тем, чем овладели их десницы, верующим невольницам. Или слугам из мужчин, которые не обладают мужским желанием, или детям, которые не постигли, не понимают наготы женщин. И пусть верующие женщины не бьют своими ногами во время ходьбы, так, чтобы узнавали, какие они скрывают украшения, чтобы люди не слышали звуки украшений и чтобы они не привлекали к себе внимания. И обратитесь с покаянием к Аллаху, прекратите совершать то, что присуще только людям большого невежества, все, о верующие, чтобы вы обрели успех. И жените, о верующих, безбрачных мужчин и женщин, как уже бывавших в супружестве, так же и небывавших из вас из числа верующих, и праведных верующих из числа невольников ваших и ваших невольниц, тех, которыми вы владеете. Если они, свободные и безбрачные, бедны, то это не является препятствием для женитьбы, так как обогатит их Аллах от своей щедрости. Женитьба является причиной избавления от бедности. И ведь Аллах объемлющий, владеет всеми благами, знающий положение своих рабов. И пусть будут воздержаны, удерживаются от прелюбодеяния и запрещенного, проявляя терпение и соблюдая пост, те, которые не находят возможности жениться, пока не обогатит их Аллах от своей щедрости, пока не даст им эту возможность. А те, которые хотят записи о свободе, договориться об освобождении из рабства за определенное имущество из тех, которыми овладели десницы ваши, из числа ваших рабов и рабынь. Заключайте договор об освобождении с ними, если знаете, что в них есть добро, благоразумие, способность зарабатывать самостоятельно и крепкая вера. И давайте, о владельце, им, вашим рабам, которые желают свободы, из достояния Аллаха то, что Он дал вам, помогите им, дав некоторое имущество из вашего закята или списав часть оговоренного имущества. И не принуждайте ваших девушек, ваших рабынь, к распутству, к прелюбодеянию с другими, желая этим заработать себе имущество, если они, ваши рабыни, хотят целомудрие, не хотят быть блудницами, желая вы случайностей этого мира, получения мирских благ. А кто вынудит их, рабынь, к прелюбодеянию, то поистине Аллах и после принуждения их рабынь, прощающий рабынь, милосердны к ним, а грех будет на том, кто принуждал их. И вот уже мы не спаслали вам, о люди, разъясняющие аяты Корана, и пример из тех, кто пришел, жил до вас, истории жизни прежних, и увещание, полезное наставление для остерегающихся наказания Аллаха. Аллах – свет небес и земли. Он управляет небесами и землей и наставляет на истинный путь их обитателей. Он сам является светом, и он скрыт за светом. Книга Аллаха и его руководство тоже являются светом от него. Его свет, которому он ведет, а это вера и Коран, в душе верующего, подобен ниши, углублению в стене. В ней светильник. Светильник находится в стекле. Стекло – точно жемчужная звезда. Зажигается он светильник от дерева, благословенного, маслины. Не только восточной и не только западной. Только оливкового дерева, которое растет так, что свет солнца падает на него и с восточной, и с западной стороны. Масло ее, от чистоты своей, готово воспламениться. Хотя его и не коснулся бы огонь. Свет над светом. Ведет Аллах к своему свету, к вере и следованию своей книги, кого пожелает, и приводит Аллах притчи для людей, чтобы они рассуждали о мудрости, которая содержится в них. И Аллах о всякой вещи, обо всем знает. В домах, в мечетях, которые Аллах дозволил возвести и в которых поминается его имя, чтением Корана, словами восхваления, восхваляют его там утром и вечером. Люди, которых не отвлекает ни торговля, ни продажа отпоминания Аллаха, совершение молитвы, выплаты закята, обязательной милостыни. Они боятся дня, дня суда, когда от великого страха перевернутся и сердца, и взоры, чтобы воздал им Аллах за лучшее, что они сделали, и чтобы умножил он им от своей щедрости. И ведь Аллах дает пропитание, кому желает, без счета. А у тех, которые стали неверными, деяния их, поддержка родственных связей, освобождение пленных, от которых они ожидают получить пользу в день суда, подобны миражу в пустыне. Жаждущий считает его некой водой, а когда подойдет к нему, обнаруживает, что это ничто. И неверующий в день суда находит у себя Аллаха, который полностью воздает ему его расчет. И ведь Аллах быстр в расчете. Или же праведные деяния неверующих, подобны мраку в бурном море. Покрывает его море волна, над которой еще волна, над которой густое облако, которое закрывает свет. Мрак один поверх другого. Когда он, морской путник, вытянет свою руку, почти не видит ее из-за густого мрака. И кому Аллах не устроил света, кому не дал понимания исследования Корану и Суни, нет тому света. Его уже не наставит на истинный путь другой. Разве ты не видел, разве ты не знаешь, о пророк, что Аллах таков, что восславляют его те, кто в небесах и на земле, и птицы, летящие рядами. Каждый из них ведь знает свою молитву и восхваление. И Аллах знает о том, что они делают. И только одному Аллаху принадлежит вся власть над небесами и землей. Все принадлежит только Аллаху, и Он полностью управляет всем этим. И даже самое малое событие в этом мире происходит только по Его знанию и по Его воле. И к Аллаху возвращение всех в день воскрешения. Разве ты не видел, разве ты не знаешь, о пророк, что только Аллах своим могуществом гонит облака, куда пожелает, потом соединяет их, потом превращает в кучу облаков. И ты видишь, как дождевые капли выходят из промежутков облаков. И низводит Он с неба, с подобных горам туч, в которых град, и поражает им, кого пожелает, и отклоняет его, от кого пожелает. Блеск Его молнии готов унести зрение тех, которые смотрят на нее. И только Аллах переворачивает ночь и день. Поистине, в этом назидание для проницательных, тех, кто правильно видит и понимает события и вещи. И Аллах сотворил всякое животное из воды. Из них есть такие, что ходят, ползают на животе. И есть из них такие, что ходят на двух ногах, человек и птицы. И есть из них такие, что ходят на четырех. Творит Аллах, что пожелает. Поистине, Аллах над всякой вещью мощен. Вот мы не спослали разъясняющий знамение. И Аллах ведет, кого пожелает, к прямому пути, к исламу. И говорят они, лицемеры, своими устами. Мы уверовали в Аллаха и в посланника, и повинуемся Аллаху, его посланнику, во всем, что нам повелевают. Потом часть из них после этого отворачивается. И такие не являются верующими. И когда их зовут к Аллаху, к его книге, и его посланнику, чтобы он, посланник Аллаха, рассудил, вынес решение между ними, вот часть из них отворачивается от решения Аллаха и затем его посланника, которое, несомненно, является справедливым решением. А если истина на их стороне, в пользу лицемеров, то они приходят к нему, к пророку, с покорностью, подчиняясь его решению. Разве в их сердцах болезнь лицемерия? Или они сомневаются в том, что Мухаммад является пророком? Или же они боятся, что Аллах и его посланник утеснят их своим решением? Нет, такие они являются притеснителями. Ведь речь верующих, когда их зовут к Аллаху и его посланнику, чтобы вынести решение по книге Аллаха и сунне его посланника, чтобы он, посланник Аллаха, рассудил, вынес решение между ними, то что они говорят? Мы слышали и повинуемся. И такие будут обретшими успех в этом мире и в вечной жизни. И кто повинуется Аллаху и его посланнику, и страшится Аллаха, боится итога ослушания, и остерегается его наказание, то такие обретут успех, окажутся в раю. И они, лицемеры, поклялись Аллахом, сильнейшей из их клятв, что если ты, о посланник, прикажешь им, то они непременно выступят в военный поход. «Скажи им, о посланник, не клянитесь ложно, повиновение, оно известно. Известно, что это ваше повиновение лишь на словах. Поистине, Аллах сведущ в том, что вы делаете, и Он воздаст вам за это. Скажи людям, о пророк, повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику, а если отвернетесь, то на нем, на посланнике, лежит обязанностью лишь только то, что возложено на него, доведение истины. И на вас лежит обязанностью лишь только то, что возложено на вас, повиновение. И если будете повиноваться ему, посланнику, то будете на истинном пути. И на посланнике лежит обязанностью только ясное доведение, послание своего Господа. Обещал Аллах тем из вас, которые уверовали и творили праведные деяния, что Он непременно сделает их наместниками на земле, даст им земли многобожников, подобно тому, как Он сделал наместниками тех верующих, которые были до них. И Он непременно утвердит им их веру, ислам, которую Он одобрил для них. И Он непременно даст им взамен после их страха безопасность. И это будет при условии, что они будут поклоняться Мне, не приобщая ко Мне ничего в сотоварищи. А кто после этого станет неверным, то такие они являются непокорными. И совершайте же, о люди, молитву. Давайте закят, обязательную милостыню, и повинуйтесь посланнику, чтобы вы были помилованы. Не считая же, что те, которые стали неверующими, хоть как-то ослабят наказание Аллаха на земле, убежав от Него. И вечным прибежищем их станет гиена, ад. И, конечно, как ужасно это возвращение. О вы, которые уверовали! Пусть у вас просят разрешения войти к вам те, которыми овладели ваши десницы, ваши прислуживающие невольники и невольницы, и те, которые не достигли зрелости, дети, из числа вас три раза, до молитвы на заре, так как вы в это время спите в своих постелях, когда вы снимаете одежду около полудня, чтобы совершить дневной сон, и после ночной молитвы. Три времени на готы есть у вас. Нет ни на вас, ни на них греха после них, вне этих трёх промежутков. Тогда заходите одни из вас к другим, без разрешения, когда есть на это потребность. Так, как разъяснение данного положения разъясняет вам Аллах знамение, решение доказательства и установление. И Аллах знающий, в чём благо для его рабов, и мудрый в управлении ими. А когда дети у вас достигнут зрелости и станут обязанными исполнять обязанности по вере, то пусть они всегда просят позволения войти к вам, как просили те, что до них, те, что старше их. Так разъясняет Аллах вам свои знамения. И Аллах знающий своих рабов, и мудрый в своих решениях. А престарелые из женщин, которые не надеются на супружество, которые сами не желают замужества, и которых не желают мужчины, на них нет греха, чтобы они снимали свои некоторые верхние одежды, не показывая свою красоту. Но воздержаться им от этого, от того, чтобы снять эти верхние одежды, лучше для них. И Аллах слышащий ваши речи, и знающий ваши намерения и деяния. Нет греха на слепом, и нет греха на хромом, и нет греха на больном, если они оставляют некоторые свои обязательства перед Аллахом, по причине неспособности совершать их, как, например, участие в военных походах. А также нет греха не на вас самих, чтобы вы ели в своих домах, или в домах ваших отцов, или домах ваших матерей, или домах ваших братьев, или домах ваших сестер, или домах ваших дядей по отцу, или домах ваших теток по отцу, или домах ваших дядей по матери, или домах ваших теток по матери, или тех, ключами которых вы владеете, которые вам доверили, Если на это согласны хозяева, которые отсутствуют, или в доме вашего друга, нет на вас греха, чтобы вам есть всем вместе или отдельно. И когда вы войдете в дома, как в обитаемые, так и в необитаемые, то приветствуйте себя друг друга приветствием от Аллаха, благословенным, благим. Так разъясняет Аллах вам знамение, чтобы вы уразумели, задумались. Если в доме кто-то есть, то говорится «Мир вам, милость Аллаха и его благословение». Если же никого в доме нет, то говорится «Мир нам и праведным рабам Аллаха». Истинно верующими являются только те, которые уверовали в Аллаха и его посланника. И когда они бывают вместе с ним, с посланником Аллаха в общем деле, то не уходят, пока не попросят у него позволения. Поистине, те, которые просят у тебя, о пророк, позволения, это те, которые истинно веруют в Аллаха и его посланника. И когда они попросят у тебя позволения для какого-нибудь их дела, то давай разрешение, кому пожелаешь из них, и проси для них прощения у Аллаха. Поистине, Аллах прощающий тех, которые обращаются к нему с покаянием, и милостивы к ним. «Не делайте, о верующие, обращения к посланнику среди вас такими же, как обращения вас друг к другу. Не обращайтесь к посланнику Аллаха словами «О Мухаммад» или «О Абуль Касым», а обращайтесь словами «О пророк Аллаха», «О посланник Аллаха». Ведь Аллах знает тех из вас лицемеров, которые скрытно уходят из собрания пророка, прикрываясь спинами других. Пусть же остерегаются те, которые нарушают его приказ, чтобы их не постигло испытание или не постигло их наказание мучительное. О да, поистине, только одному Аллаху принадлежит то, что в небесах и на земле. Он – Создатель, Владыка и Бог всего. Действительно, Он знает то, на чём вы находитесь. И в день, когда они и Его творения будут возвращены к Нему в день суда, Он сообщит им, что они совершили. Поистине, Аллах о всякой вещи обо всём знает.